Привет! Вы смотрите рубрику «Работа над ошибками» на сайте кадр.ком. Я Антон Ткаченко. В этой рубрике я оцениваю те работы, которые вы мне прислали на email кадр.ком.собачка.gmail.com с пометкой «Работа над ошибками» по художественным и техническим показателям. Если вы хотите, чтобы я это сделал, присылайте их на email. И также ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Сегодня мы начинаем с вот такой фотографии, которую прислал мне автор с неподписанным именем и фамилием, никнейм Евлож. Евлож. Фотография снята по методу Бринайзера. Я тренировался, чтобы выиграть этот метод. Это такой метод, когда вы делаете несколько фотографий и сохраняете размытие заднего плана, которое доступно с более длиннофокусным объективом, но получаете как бы широкий угол. Это очень интересная методика. И я думаю, что мы даже снимем целый практический урок, как это сделать. И сразу большой плюс за то, что вы экспериментируете, пробуете что-то новое, а потом как бы выставляете это на общественное мнение, и это очень круто. Скажу честно, вот в этой фотографии этот метод не до конца реализован, потому что если вы погуглите метод Бринайзера, вы увидите, что на самом деле можно получить намного большее размытие. Но здесь и панорамка склеена из шести кадров, как написал автор, а чтобы получить крутой эффект, люди там делают до 50 разных фотографий. Это, конечно, ну, блин, тяжелая работа, и она не всегда склеивается с первого раза, надо тренироваться. Но если вы хотите, чтобы было круто, надо чем-то жертвовать. Значит, по сути этой фотографии, мне нравится задумка, девочка с собакой получились просто сказочно. Прям можно обложку какого-то фильма сделать, постер. Слева у нас едет велосипедист, который в шлеме, и вот он какой-то такой спортсмен. Вот он по сюжету мне сюда вообще не лепится. Сюда бы подошел дедушка на старом голимом велосипеде с какой-нибудь там корзинкой, было бы, конечно, идеально. Но имеем то, что имеем, снимок выполнен неплохо по композиции. В правом углу у нас сюжетнозначный элемент, красивый вид, уходящая перспектива. То есть в целом все хорошо, и вот то, что эта фотография сделана таким нестандартным способом, это еще добавляет ей ценности. В целом все прикольно. Следующая фотография от Павла Фурина. Это, как я понимаю, кайтсерфинг. Это очень интересный такой метод, когда вы за парашютом плаваете по морю или по океану. И для меня это просто в последнее время очень близко. Я сам занимаюсь серфингом, и мне нравится, что у нас сейчас люди проявляют больший к этому интерес. Теперь по фотографии. Снята она достаточно красиво. Это, скорее всего, рассвет или закат. У нас такой силуэтный снимок. Это достаточно распространено для этого вида спорта, потому что на океане солнце почти все время перед нами. Такое редко бывает, что оно прям светит в спину. И это, в принципе, и добавляет крутости фотографий. Иногда можно ловить вот эти флееры, как здесь у нас, мы видим. Иногда можно снять без этого, но тогда и шарм тоже пропадает. Возможно, крутости фотографий бы добавило изменение точки съемки. Или с более низкой, или с более высокой. Но я понимаю, что на пляже не всегда у нас есть возможность забраться на какие-нибудь такие возвышенности. Поэтому вот так вот это сделал автор. Но с точки зрения композиции, тут все очень грамотно и экспозиционно. Тоже фотограф выбрал очень правильные настройки. У нас есть, конечно, засвет, там где солнце, но логично, что он есть. Но при этом у нас сюжетно-значимый элемент, наш спортсмен, он хорошо выглядит. Мы видим, что и по выдержке ничего не смазано. То есть вот эта фотография может читаться хорошей. Единственное, что у нас здесь нет перехода на индивидуальность этого спортсмена. Отсюда любой человек может быть там, можно сказать, смотрите, это я там еду, хотя это может быть не вы. Но как и иллюстрация этого вида спорта, очень даже хорошо, даже небо у нас красиво проэкспонировано. И он хорошо сделан. И вообще такой солнечный, хорошо иллюстрирующий сюжет снимок. Следующая фотография это Даниас Дабырбек прислал эту фотографию. Это интересная такая технология, стартрейлы, астрофотография. Все очень красиво, вот они очень хорошо продемонстрированы. То есть технически автор тоже супер молодец, очень красиво показал саму задумку. У него хорошо это получилось реализовать. Но я, конечно, понимаю, что не очень многие автора занимаются такими фотографиями. Но я видел реально лучшие примеры. Лучшие примеры, например, вот по переднему плану. У нас дерево тоже смазалось. Возможно, был сильный ветер. Или в целом, как бы, передний план можно было выбрать более интересный. Поэтому то, что вы смогли сделать стартрейлы, это круто. Но эта фотография уже не вызывает лично у меня вау-эффекта. Возможно, для ваших близких это интересно. Но и вам я рекомендую посмотреть подобные примеры у, там, скажем, извеченных фотографов, которые публикуются в National Geographic. И решить для себя, что можно улучшить, как можно разнообразить такие снимки, чтобы реально получилось вау-вау-вау. Вот. Следующая фотография Екатерина Филь прислала. Значит, что это такое? Это такая фотография из своей travel-поездки, где мы видим отряд вот этих вот животных. Я назову их лемуры, но, скорее всего, это не лемуры. Но так как я не могу догадаться, кто это, будут у меня лемуры. Они где-то гуляют под пальмами. Это, в принципе, уже нравится. Потому что лично я, живя в Киеве, не вижу таких животных каждый день. Поэтому для меня это интересно. Но давайте поговорим о том, что если мы уже хотим сделать фотографию, которая будет нести художественную ценность, то нужно было бы подойти к этому снимку немножечко иначе. Во-первых, у нас снимок сделан как бы 50 на 50. Земля и вот как бы сюжетные элементы, они расположены посередине. Это уже говорит о том, что фотограф не очень задумывался о построении кадра. Акцент на животных есть, но он небольшой. Очень удачно, что они так идут, никто друг друга не перекрывает. Но на самом деле они не расположены как-то композиционно. Плюс у нас добавлено виньетирование, которое затемняет края. И это выглядит, как будто бы мы смотрим через какую-то старую подзорную трубу. На самом деле нужно было бы просто откропить правую часть и немножечко низа, увеличить взгляд зрителя на самих животных. И возможно, даже можно было и оставить это виньетирование уже в кропнутом варианте, для того, чтобы немножечко некрасивую траву скрыть. Но так в целом очень много пустого пространства, которое не несет художественной ценности. Обращайте на это внимание и старайтесь сразу кадрировать фотографии при съемке. Это сэкономит вам время на постпродакшене. Следующий. Это Илья Зверенко. Вот такой трэш-хоррор у него получился. Я оставил этот снимок, потому что он клево передает атмосферу. Тут есть ворона. Да, она не в очень удачном месте. Тут есть крест, который в нормальном месте. И это все добавляет такой ужаса на этот снимок. Это не кладбище. Ну, почему-то стоит крест, раннее утро, этот туман. Короче, классно по настроению. Но что мне не нравится. Снимок не подводит к какой-то идее. Не идее, а истории. Вот. И вы как бы видите, вы что-то понимаете. Но хочется понять, к чему это. Раз. Два. Это из серии снимков, которые прислал автор. Я увидел, что он любит нестандартное кадрирование. То есть, это либо вытянутые панорамные снимки, или квадратные. Это не очень хорошо, потому что, когда вы будете печатать ваши фотографии, или вообще серию показывать, они все будут разного формата. Это будет выбиваться. Это показывает немножечко некомпетентность. То есть, либо все правильно, либо все кропнуты-вытянуты, либо все в квадрат. Как бы нельзя совмещать много цвета, и потом резко ЧБ, например. Вот. То есть, обращайте внимание на то, как вы потом хотите показывать свои снимки. Потому что, когда снимок индивидуальный, его тяжелее объяснить и донести до зрителей. Когда у вас это все выполнено в формате серии или проекта, это намного приятнее уже воспринимается зрителям. Следующая и завершающая фотография – это Марк Степанцов. Вот тут мне нравится сюжет. Вот у нас понятно, да, к какому месту привязан этот снимок. Это Лондон. У нас стоит девушка, которая смотрит на Биг Бен. Короче, классно. Можно себе нафантазировать много различных каких-то ассоциаций. Но вот у нас, скажем, такая грустная тема, потому что снимок приведен в ЧБ. Мы видим вот это небо Лондона, в котором Земфира иногда поет. И вот как бы взгляд без лица. Соответственно, мы можем себя как-то ассоциировать с этой девочкой и подумать, почему бы нам хотелось грустить или не грустить по Лондону. И вообще, что предстоит у нее в жизни. То есть такая фотка с историей, она не очень… Что бы я здесь исправил, например? Я бы немножечко закрыл диафрагму, чтобы не было такого сильного размытия. Потому что мало резкости, да, из-за того, что Биг Мен узнается. Но было бы что-нибудь другое, мы бы уже не понимали. Поэтому при съемке вот подобного плана фотографий иногда поэкспериментируйте с диафрагмой. Используйте больше резкости. И, возможно, поза модели в каком-то плане могла бы быть интереснее. Например, можно было волосы подразвить. Или как-нибудь больше к нам повернуть ее плечом. Может взять немножечко общее. Но в целом мне нравится, что фотография – это хоть с более-менее существующей задумкой. Наверное, стоит добавить только резкости. Ну, а так в целом, сегодня работы были достаточно достойные. И я напоминаю вам, что фотография, конечно, помимо того, что она должна быть технически правильной, она должна нести какой-нибудь сюжетный элемент, чтобы вы и зритель могли что-то для себя новое понимать. Потому что красивых картинок много, а хороших фотографов мало. Присылайте мне работы в следующие выпуски. Буду с нетерпением их ждать. До следующих встреч. Пока!